В Люберцах приступили к капитальному ремонту здания, в котором расположена детская школа искусств номер один. В этом году учебное заведение включили в государственный проект Московской области по ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры. Работы стартовали в середине октября. Как изменится здание и когда обновленная школа вновь откроет свои двери для учеников, узнала Анастасия Кладинова. Здание на улице Кирова, в котором расположился филиал детской школы искусств номер один, построено больше 80 лет назад. И за это время здесь ни разу не проводились масштабные ремонтные работы. Учебное заведение нуждалось в капитальном ремонте. Сейчас строители уже приступили к демонтажу старой отделки, а руководители подрядной организации проводят проектные работы. Это двухэтажное здание. Тут раньше занимались и музыкой, и рисованием, и актерским мастерством, и глина тут была у них. И все полностью. Мы это будем, согласно технологическим решениям, все это увязывать в современном виде. Проектное решение. Есть у нас согласованный бренд-бук, который согласовывается с Министерством строительства и Министерством образования. Соответственно, школа будет по всем современным стандартам, со всеми современными классами и устройством, всеми современными системами, которые нужны в школе. Работы впереди предстоит много. Требуется заменить перекрытия, полы и окна, произвести штукатурку и покраску стен, а также выполнить кровельные работы и отделать фасад. Все ремонтные работы под контролем власти городского округа Люберцы. Наша задача с инженерным составом, с нашими сотрудниками, вести работы в соответствии с графиком. Подрядная организация уже приступила к демонтажу. Останутся от старого здания только стены. Все остальное будет новое. Новые перекрытия, новые инженерные сети. Все абсолютно. И благодаря этому и площади дополнительно высвободятся. И, соответственно, детишек еще больше сможет посетить нашу школу. Еще одним нововведением станет благоустройство парковочной зоны на территории. Все ремонтные работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года. На время проведения модернизации воспитанники детской школы искусств номер один продолжают обучение в других корпусах.